Основатель города Керта-Первый и его ближайшие сторонники активно реализовывали идею морского порта, культивировали в битерях морской армии. Любой петербуржец знаком с водной стихией не понаслышь. Дельта главной реки города Невы почти полностью застроена и не современными, а историческими зданиями. На первый взгляд, это кажется незаметным, но центр Санкт-Петербурга целиком расположен на островах, каждый из которых имеет свое название. Мы увидим лучшие образцы архитектуры и искусства, поплывем по всем основным речным бандериям, увидим всемирно известные парки и памятники. Так что, устраивайтесь поудобнее и приготовьтесь смотреть и суть. Внимание! Мосты над каналами Петербурга расположены дорогой низкой. Проезжая под ними, пожалуйста, не вставайте со своих мест. Корабль, на который все уже наверняка обратили внимание, в представлении Мерзберска. Это знаменитый крейсер-бор. Холостой и новой строительской замесе, даст в виду начало оттягивания с 17-го года и штурмом самого главца. Мерзберска. Мерзберска. Однако, петербуржцы придумали ему сотни номер прозвищ. О вполне невинных крейсер «Революция» и древнего времени, да очень даже обидных путю коммунизма или «Солегат Мегалин». «Авура» была выпущена в юбилейный 1900-й год и до начала своей революционной истории участвовала в русско-японской войне. После реакции, корабль входил в заграничный план, использовался в учебниках. На вечную строю его поставили только после «Великой Отечественной войны», в которой кризис получился. Кризис строит здесь не случайно. Другое здание не было готового предполкованного революционного корабля, но в Силовское училище. Училище сведения вырос вступил на финансовой и эгоистической войне для обучения сыновей и воинов армии «Авитат Мегалин». На начале родственников, в том, что его обезлили, потеряли родителей, другими людьми и сынокем полковым. Санкт-Петербург больше, чем на 200 лет, становится столицей российской идеи. Любопытно, что около двух столетий все дома на Березовом острове были деревянными. Санкт-Петербург больше, чем на Березовом острове и на Березовом острове. Санкт-Петербург больше, чем на Березовом острове. Санкт-Петербург больше, чем на Березовом острове. В Силовском острове Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Местный проспект и улица Садовая, тянущаяся параллельно фонтанке за домами по правой улице Между рекой и Садовой улицей была огромная торговая зона с несколькими большими рынками Тогда же фонтанка изменила свой внешний облик Русской реки было спрямлено, набережные заключения в гранит были оборудованы удобные спуски к реке Многие изобретения инженеров города были рассчитаны на то, чтобы обеспечить удобную транспортировку товара Издалека видны очертания весьма необычного моста с четырьмя гранитными башнями и цепями Это мост Ломоносова, бывший Чернышев мост Генерал-аншеф Чернышев был героем знаменитой болтавской битвы и имел усадьбу неподалеку Появление этого моста относится к концу XVIII века С сооружением набережных фонтанки через реку были перекинуты семь аплодитных мостов Только два из них сохранили свой первозданный мост Ломоносова и Староколейский мост Которые находятся значительно ниже подключения фонтанка Перед нами доходный дом Елисеева Одной из наиболее влиятельных технических семей XIX века Этой богатейшей фамилии принадлежало около двух десятков доходных домов в Петербурге Холдый завод, виноградники в Крыму и многочисленные продовольственные магазины Один из красивейших гостономов знаменитый магазин Елисеев На местном острове существует до сих пор специально выстрелили для него здания Восхищение вызывает то, что родоначальник фамилии Котор Елисеев Изначально был крепостным у графа Шереметьев Обратите внимание на крупные здания в Министерство финансов Полезу не грею Особенно выделяется мощное, строгое здание главного значения Серого цвета с широкой фонтанкой Его интерьеры напротив контрастируют со стройким фасадом Например, операционный зал площадью свыше 3000 кв.м. Мост перед нами ведет к богато декорированному зданию с зеленым фасадом справ Это бывший дом графа Абраксина В котором сейчас находится большой драматический театр имени Кустанова Театр был организован в значении 20 века при непосредственном участии писателя Максима Колькова и поэта Александра Кулова В середине 20 века главным режиссером стал Георгий Александрович Кустанов Именно благодаря его огромному таланту Театр стал одним из лучших драматических театров в стране Усть-Иневы оставалось шведским на протяжении целого столетия В переломный момент встала Северная война, начавшаяся с от региона до основания Петербурга Между Швецией и коалицией североевропейских государств Куда входила и Россия В самом начале войны русские войска заняли часть шведской территории в Усть-Иневы И для того, чтобы закрепиться в этом районе, Петр Первый решил построить крепость Позже названную Петропавловской С этого и началась история Петербурга Вот это этажное желтое здание с колонами и левым балконом снова от вас Это здание-казан Левого Московского полка, построенное в конце 17-го года Отсюда, по призыву офицеров, в день восстания декабристов Порт отправился в Инсенатскую площадь и пришел туда Петербурга Всего 30 офицеров декабристов вывели на площадь около 3 тысяч сот Название следующего Семеновского моста связано с расположенными поблизости казанами Левого Семеновского полка Первое упоминание о деревянной переправе относится к началу 18-го века Впоследствии ее заменили каменным мостом Новый Семеновский мост стал еще одной переправой через фонтанку, сооруженной по типовому проекту Каменные боковые пролеты и деревянный разводной центральный проход Башня с разводными механизмами на облок В середине 19-го века из-за веткости Семеновский мост был репеструлирован Появление Санкт-Петербурга в самом начале 18-го века Озаменовало новую эпоху в развитии России Для того, чтобы отвоевать земли, на которых стоит город Петру Первому, тогда еще царю, а не императору, пришлось провести ряд военных реформ При нем с ним был построен российский слой и реорганизована армия После многочисленных дворцово-парковых ансамблей Белластр влекает неожиданный индустриальный пейзаж Над набережной возвышаются четыре трубы ТЭЦ-1 Выполненные в характерном стиле заводской артифула конца 19-го века Это здание имеет долгую историю Оно было взведено в эксплуатацию как электростанция Фельдийского общества электрического освещения После открытия там была запущена первая в Петербурге паровая машина Одну из старейших электростанций города называют спящей слой Кажется, что гигантское животное двигает на спине А четыре трубы – это обращенные вверх с лобовыми ногами Справа нам открывается вид на три трехэтажных дона Разных цветов с треугольными фронтами Очень похожие по архитектуре Их называют «три сестры» Дома были построены для дочерей первого директора Императорской певческой капеллы Здесь собирались самые яркие представители художественной интеллигенции Крылов, Грибоедов, Батюшков, Гмедич, Кипренский Здесь же в первые годы после окончания лицея Часто бывал Александр Пушкин Здесь он познакомился с Анной Петровной Керн В который был влюблен и который посвятил стихотворение Я помню «Чурное мгновение» На левом берегу фонтанки видно большое желтое здание с прородками Это бывшая Абуховская больница Одна из первых больниц в России, открытая в конце 18-го Здесь был и тонкий зрение для малышов Первое в России учреждение подобного рода Поэтому желтое больнице Был выпрошен в традиционный для Петербурга желтый цвет Именно благодаря ему заведение получило народное название «Желтый борт» По легенде боэт Александр Пушкин Часто навещая в этой больнице знакомого офицера Помешавшегося на игре в карты Задумал свою петрульту Неподалеку от Абуховской больницы Через фонтанку перекинут Абуховский мост Здесь река пересекается с Московским проспектом По проспекту проходил путь на Москву и Царское село Ныне город На этой дороге даже перстовые столпы сделаны из мрамора по краю Справа, за Абуховским мостом, находится комплекс зданий Университета Путей Сообщения Это одно из первых высших технических учебных заведений России Венчание Петра I и Екатерины Алексеевны Здание, которое мы видим сейчас, строилось 40 лет Впереди, справа по борту, находится дворец князей Юсупов Это здание желтого цвета с колонной Всего Юсуповым принадлежало более 50 дворцов только в России Не считая заграничных резиденций Но этот дворец, благодаря своему столичному местоположению, считался главным Он известен тем, что в его стенах был побит Григорий Раскурский Крестьянин села Покровское Тобольской губернии, якобы имевший власть над семьей Последнего императора Российской империи, Николая II Говорят, что Распутина отравили, потом в него стреляли и в конце концов утопили По верхней группе находится почтовый квартал Не сложно догадаться, что здесь, недалеко от места службы, селились работники почты С именем почты связано название многих объектов квартала Почтанская улица, Почтанский переулок Через мой пункт здесь перекинут ажурный пешеходный Почтанский мост Цепная переправа была построена еще в первой половине 19-го лета Прямо перед нами, по левому берегу, там, где мой-то делает изгиб, находится Доль культуры работников связи Почтанское здание необычно, и этому есть простое объяснение Давайте мысленно пристроим к нему плашню со шпилим в фактическом стиле и порубим парады под скорбцом Перед нами бывшее здание немецкая реформация Построенная в середине Петра Давайте, давай, смотри, рыбу поймал Попробуем церковь, сложенный из врата кирпича и увенчатый высокий дверement важным со шпилим Сочетались черты хроматского стиля и порубим парады под скорбцом Поржественно словым был церковный зал с мощными сводами и большими оптами метража В 20 веке здание Реформаторской церкви было полностью перестроено, из-за того, как наубительного возраста. Плёта I лично вникал во многие тонкости, например, в пожарную безопасность, и прилагал эмоционные для России того времени решения. На многие идеи император позаимствовал из голландского опыта. В юности он обучался в Голландии кораблестроения, был очарован столицей Нидерландов и намеревался построить на русских землях второй Амстердам. В 18 веке через мойку были прикинуто несколько цветных мостов – синий, зелёный, красный и жёлтый. Такие яркие цвета были несколько непривычны для Петербурга, которым строгость и стерженность на красных зданий оговаривалась в императоре Петербурга. Но, поскольку все эти мосты были очень похожи друг на друга и располагались местные соседствия, их путали даже сами петербургицы. Поэтому их и пришлось выкрасить в разные цветы. Впереди виднеется синий мост. Но перед тем, как мы вплывем под него, обратите внимание на гранитную стелу, увенчанную трезунцу, которая находится слева. Это водомерный столб Худштаба, на котором отмечены уровни самых больших петербургских налогов. В наше время ожидать таких подъемов воды уже не приходится, так как дома, построенные в Финске за релье, защищает город от конкурсных стихий. И вот, вернемся к синий мост. Это самый широкий мост в Петербурге, шириной почти 100 метров. На мудрой взгляху этого тоже не замечательно. Просто потому, что не замечает синий мост. Только с вами, что практически, выдают по части 50 тысячи ручек. И у меня с ним удобно всего, и на 180 тысячи ручек. И в поле сутки, это равно, где-то на дорогу. На дороге, с традиционным дорогой, как и на 100-м дорогах, эти группы описали в рейджинге, которые сейчас используются у снофонов для их мистических дорог. А пару рекорд-массажеров были настоящими транспортиями. Мы управляли людей по кровати, ездили по делам и в гости, а в выходные обязательно выезжали на водные прокурки. Первыми мойку заселяли адмиралтейские служащие и военные. Они жили в деревянных домах, расположенных вдоль реки так плотно, что первый же пожар еще в Петровские времена уничтожил все строения. Спереди красный мост. Он примечательен тем, что сохранил свой первоначальный пункт. Именно такие были мосты через реку 19-го. Он, конечно же, был реконструирован. Из чугольного стал стамена, но его вне-то влитки был он. Мост находился на Гороховой улице, которая является одним из лучей, возгодящих от адмиралтейстов, и первоначально имела название «Средняя перспектива». Невский гороскоп назывался «Большой перспектив». Вознесенский проспект – «Мал». Нынешнее название улица получила как в середине 18-го века, когда купец Гороха построил на ней каменный дом и открыл лампу. В народе, неизвестную фамилию, переначали Гороху. Так улица получила свое название, и ни такого гороха на ней не растет. Про подземную часть канала вскоре забыли, и он стал местом сбора преступников и бездомников. Про темную жизнь в туннеле ходили страшные случаи. Именно об этом месте был снят популярный в 90-е годы прошлого века сериал «Петербургские тайны», по сюжету которого в подземелье Крукого канала оглавили и убили окновой с дырой. Только после того, как под туннелем просела мостовая и на месте площади труда, которая была повторна над ней, образовалась округая дыра, большая часть подземного канала была засыпана. Мы проходим рядом со зданием знаменитого Мариинского театра. Его можно узнать по белому наличию в прооприи, в первом же элементах упора и в сроке взрывной сложности. Он входит в число императорских театров. На месте нынешнего Мариинского театра располагался театр цирк с горитком. На его месте архитектором Артема Тархамоса был построен медлитель. Он она и получил имя Мариинского в честь царствующей убиратрицы Марии Эльцова, супруги царя Александрова. Мариинского театра в шутки подземного. Вот. есть звук и следов 공ит и Preux до например задел Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok